Встреча с Белгородской и Курской областями Так, в частности, замглавы Минобороны Великобритании по фамилии Хиппи заявил о том, что его государство направило в СССР более тысячи снарядов для челленджера, в том числе с объединенным ураном. Наша сторона пока не комментирует, но мы знаем и видим, что на ЛБС, к счастью, начали применять планирующие ФАПы, и ФАП-500, и больше. Кроме того, РИА Новости заявила о том, что на ленте появились арматы. Правда, никто из военкоров и наших источников их там пока не видел, но до сих пор увидим. Ну, если же серьезно, то, конечно, говорить о масштабном фланговом наступлении ВСУ приходится едва ли, особенно учитывая состояние дел с авиацией. Что у них, что у нас с ПВО. А вот вероятность прорывов и террористических атак, в том числе на тыловые города России, о чем, собственно, предупредили террористы из Азова, к сожалению, очень велика. Вчера очередной такой звоночек прозвучал на Кипре, где неизвестные пока террористы закидали бутылками с зажигательной смесью русский культурный центр. Впрочем, если понимать, что воюем мы вовсе не с Украиной, то и понятие контрнаступления можно понимать весьма широко. Кстати, не случайно, министр иностранных дел России Сергей Лавров разливался с Соловьем в ООН накануне годовщины встречи на Эльбе. А президент Путин позавчера подписал интересный указ о временном управлении некоторыми видами имущества. Речь о том, чтобы передать Минимущество пакеты акций и доли иностранных компаний из недрожественных стран в активах на территории России. Представляется, что инициатива не просто назревшая, а перезревшая, только боюсь, что мало кто поверит в возможность ее полной реализации. Ну, хотя бы потому, что большинство акционеров из недрожественных стран уже давно спрятались за каких-то фиктивных российских миноритариев. В частности, один известный крупный типографский комплекс норвежские акционеры переписали на некого господина Муратова, который до известных пор возглавлял одну либеральную газетенку. Но самое главное, наши власти до сих пор не смогли ничего сделать ни с одним из сбежавших из России олигархов, теми самыми испуганными патриотами, про которых любит говорить Дмитрий Сергеевич Песков. Они продолжают стричь купоны, получая доходы от своих активов в России, так же, как, впрочем, и не олигархи, а просто какие-нибудь Пугачевы, Галкины и им подобные. Мало того, западный бизнес откровенно издевается над российскими коллегами, так, например, суды целого ряда субъектов Федерации сейчас буквально завалены потоком исков от западных компаний, которые пытаются наказать российских коллег за использование их технологии и товарнознаков. Мы и многие патриоты уже давным-давно говорили о необходимости выхода из всех соглашений об авторском праве, но этого до сих пор не сделано, поэтому, к сожалению, есть все основания полагать, что россияне проиграют в наших же судах нашим супостатам и будут продолжать платить. Еще хуже обстоят дела с импортированными с Запада, а конкретно от глобалистов Швабовского разлива, идеями, имплантированными прямо в мозг подавляющему большинству представителей нашей политической элиты. Речь, конечно же, о ковидобесии и цифровизации. Последнее, напомним, считается одной из национальных целей развития России, что, в общем-то, довольно странно. Так вот, на днях стало известно, что пресловутый Гинзбург уже получил разрешение на свою жижу для подростков, при том, что Росздравнадзор наконец-то опубликовал статистику, честно признав, что более 60% всех побочек от лекарств пришлись на прививки от Гинзбурга. А правительство с Думой, с огоньком и не особо задумываясь о последствиях, вводит в действие все новые и новые цифровые правила. Так, в частности, Минцифра подготовила проект указа президента о цифровом паспорте, то есть о паспорте в смартфоне. Судя по всему, речь идет о новом виде QR-кода. А Думы готовятся принимать во втором чтении законы о цифровом рубле и закон об отмене бумажных документов, замене их электронными суррогатами. Адекватность оценки рисков со стороны наших депутатов порой потрясает. Так, глава фракции «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов написал заявление в Генеральную прокуратуру на нейросеть «Кандинский» от Сбербанка. Напомним, эта нейросеть запущена была в апреле этого года. Так вот, по заявлению Сергея Михайловича, сеть «Кандинский» по запросам пользователей формирует у читателей негативный образ России и положительный образ недружеских стран. Мы, конечно, понимаем, что борьба с нейросетями – это очень увлекательное занятие. Но хотелось бы напомнить Сергею Михайловичу и его коллегам, что бороться надо с людьми, в том числе занимающими чиновные кресла. А также с такими деятелями, как ГРЕФ, которые, собственно, внедряют все эти нейросети. Потому что депутаты вполне способны поставить вопрос о соответствии какого-нибудь Шадаева или Чернышенко занимаемой должности в связи с их настойчивыми цифровыми экспериментами. А кроме того, поставить заслон на пути реализации вот этих цифросектантских хотелок, всех этих гостехов, цифровых удостоверений личности, цифровых рублей и им подобных. Кстати, с адекватной оценкой реальности проблемы не только у спроворосов, но и у фракции «Новые люди» в Государственной Думе, чей лидер вышел с инициативой наказывать так называемых серийных доносчиков. То есть блогеров, журналистов, общественников, которые периодически пишут заявления в отношении всяких предателей, ждунов и негодяев, вроде рэперов, про которых мы рассказывали в прошлый раз. Понятно, что господину Нечаеву очень хочется потрафить электорату Ксюши Собчак и им подобных, но реальность такова, что практически все успехи санитарных мероприятий России по зачистке от всякой погони, в том числе культурного свойства, это заслуги как раз гражданского общества, то есть общественников, а отнюдь не государства. Государство, к сожалению, нам приходится тормошить. Хотя бы потому, что государство, хотя, конечно, в органах власти работает очень много приличных людей, но государство само себя лишило идеологии, лишило понятия добра и зла. И поэтому общественники выполняют очень важную социальную функцию. Мы уж не говорим про такие мелочи, как законодательная обязанность сообщать о преступлениях. Это очевидно само по себе. Но, к сожалению, не одни новые люди боятся такого гражданского активизма. Более того, боятся народа. Боятся его, конечно, и на Старой площади. Мы уже выражали свои эмоции по поводу запрета бессмертного полка. Власти, конечно, прикрываются вопросами безопасности. Но совершенно очевидно, что там очень много разной мотивации, в том числе и боязнь того, что люди придут с портретами погибших и раненых в ходе специальной военной операции. Об этом, в частности, говорит то, что власти не намерены отменять парады. Например, парад на день военно-морского флота в Петербурге. И это при том, что Россия достаточно бездарно потеряла флагман Черноморского флота, Москва. И за это никто не ответил. В общем, мы продолжаем пытаться снимать лапшу с ушей, которую нам развешивают государственные пропагандисты. И вместе с вами учимся отделять мух от котлет и поощрять правильный активизм, который идет на пользу России, на пользу народу и армии. Потому что надеяться на то, что элитка с ее симулякрами сделает это за нас, к сожалению, не приходится. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!